приключения начинаются 490 рублей стоишь вот такие все нас повели ой ой но такое было поверье лучший канал это тенте ты классный что ты его смотришь доброе утро всем ну и как я и говорила денег с короче мы собираемся уже сейчас день пол первого где-то пока проснулись пока то все собрали чемоданы и что пока красненько давно просто она мне такая я сплю до позднище но чё блин пока есть возможность отдыхать я отдыхала короче пока собрала чем она что у меня уже спину прихватила короче все мы сейчас вызываем такси мы решили придумать долгую дорогу можно было бы поехать одним поездом отсюда да но так мы лягушки путешественницы мы решили легких путей не искать и короче решили долгим долгая дорога ехать как долго она будет на самом деле недолго она может быть даже и такая же будет отдельный влог вообще просто наша дорога домой наверное мы поменяем три поезда в общем а там посмотрим что как будет пойдемте с нами домой поехали соскучились расскажите хотите на мой же приключение начинаются мы с крестиной короче нету ближайших электричек самая ближайшая через три часа она естественно бизнес-класса мы едем да там на час раньше есть не бизнес-класса в экономом но уехать два часа и мерзнуть вот это не хочу хочу лучше позже начать выйдем зато на полчаса там позже короче смысл в том что раньше и с комфортом то есть позже выйдем позже приедем но расстояние короче и комфорт и короче мы такие думаем оставим наши чемоданчики в камере хранения подходим сюда а здесь не открывается вот перерыв с часу до двух время чтобы вы понимали сейчас 13 16 45 минут мы ждать не будем в общем вызвали в такси и поедем наши любимые васаби там короче покушаем погреемся с маданами вот уже вот что-то уже что-то вот уже начинается чуть зайки ну и вот мы в любимом заведении мы на прощание решили эти огромные роллы поесть просто все восхищаются этой толщиной рыбы понимаете всех кого мы угощаем да и сами в шоке вот короче у нас здесь кофе уклад и просыпаюсь я еще я еще просыпалась и медленно просыпать косян давно проснулась уже это мой обед уже затем и чуть-чуть взяли чтобы нормально поесть нам еще за пицца ехать которых подарок дает что приятного нам но теперь можно снова мастер-класс и крестин можно тарелки взять если вы не можете помешать если вы не можете помешать в миске можно сверху так крест такой срачу тебя капельки полетели смотрите как вкусно вот как надо есть главное зеленушка сейчас самое главное не уронить это обратно туда вот в эту миску и отодвинем на все давай ну давай я сдалека и вот сниму все руки спасибо крис что ты для меня уронила роллу короче вот так вот у крестинки немножко строчит небольшой просто не очень вкусно очень вкусно и мы не привыкли к таким маленьком маленьким тарелочкам для соуса вот короче я не поросенок это просто она у нее еще удивительно чистая кофта но все окна давай как ты туда ешь сама уж блин ну да там у меня смотрит пусть сразу знает к чему готовится как это за этого просто волну устроила здесь вот в тазике напоследок зато как аппетитно смотрю очень сразу кушать хочется а у меня посмотрите в тарелочкой фэн-шуй у меня картина выложена как это называется поудирала все а я ем что я с восторгу я ничего не вытирала все я не снимаю я просто ем положила все у меня все фэн-шуй видите ложечки сахар не тронутый все чисто и вот крестинка пола но они падали блин падают как бомбочки они большие реально нереально когда мы с крестинка ходим с этим мы никогда не оставляем зеленая и красная вот это вот как называется красави вспоминать не будем бит и соус тоже я еще думаю почему когда мы домой забираем на кладут не соус ничего не кладут почему нам не кладут я только доелаешь сегодня вот делала в запеканку добавила свой соус который жалов тогда как я не парася просто с удовольствием не пара и барайс не карайс вышла короче кристина пока осталось сидеть там вышла три цены написано это типов три дорого я уже честно говоря из-за того что у нас такие тяжелый чемодан уже ничего не хочу покупать хотела домой колбасы на самом деле купить меня все переживала она не пропала что там ничего не случилось короче магазин 3 цены и это мода макс что такое девочки написано магазин фиксированных цен нормально не везет вауч вауч смотрите рубль 2 рубля может что-то набрать здесь красная цена наушники здесь очень похоже на фикс прайс потому что здесь прям даже товары какие-то как фикс прайс 3 цены интересно смотрите какая классная штучка доброе утро такой деревянный подносик вы смотрите какие прикольные стаканчики дно у них зеленое и синее вазовки прикольные аккуратненькие 13 рублей на фига себе трасс 90 у я вот по 990 они как будто сахарные какие-то класс какой и вот еще смотреть ручная работа интересная тушь настоящая робби роуз 5 рублей стоит вы смотрите сколько духов здесь всякого разных фикс прайсе такого нет огромного выбора мочили блин бижутерии смотрите сколько вы что это такое сейчас вы положите вот прикольненький наборчик смотрите сережки и подвеска такая симпатичная и стоит всего набор 5 на 150 рублей вот такой наборчик он сначно упала короче мы там сзади second hand сейчас там стоит 49 90 на проще 50 рублей килограмм это на наши где-то полторы пищи так что я так зашла понюхала аромат second hand и вышла вот а в этих фиксированных ценах я взялась я ниточку для зубов написано что она плоская там и тонкая а я вот такую люблю вот так что взялась и ниточку за три там с чем на 100 рублей круто все я возвращаюсь кристине и сейчас будем уже вызывать такси через 10 минут снег идет все снежно все уже успели на посмотреть да снег 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 идет снег идет а снег а дело вот так мы за пиццу о блин тут очередь офигеть смотрите какой необычный пакет мне дали я не знаю мне кажется она выпадет мы короче все едем уже едем уже на боксал менялся вообще кардинально ну что прощаемся с ветерком доехали ну что наш с крестинкой проводили мы пьем шоколад молочный и ждем уже через 20 минут будет наша бизнес классом электричка хорошо добрались пять минут теплее мне кажется класс я буду монтировать видео когда я монтирую видео время пролетает а там как раз вам еще надо смонтировать видео что ты говоришь а я что так всегда понимать если я работаю сразу претензия а я что буду делать хотите делать нечего когда поедешь со мной там я молю потом я сейчас за 50 минут заварить должны нужны в поезде еще крылья но электричество сейчас еще тусить будем у нас еще времени мы приедем в 5 часов а поезд на москву у нас будет только в 21 с чем-то так что мы в камеру хранения бросим чемоданы поедем гулять по минску у нас так холодно и может таскаться по снегам ты посмотри на нее бабка кристина что значит таскаться по снегам потому что сейчас уже рано темнеет еще и уже рано поставим эти чемоданы в камеру хранения и поедем смотреть на достопримечательность на парке какие памятники нет возьмем такси и поедем другой торговый ресторан или туда же поедем торговый центр где были супа поедим это вкусного нет суп мы будем есть в поезде крис у нас еще два поезда мы успеем твой суп сесть не переживай нужно вас нужно по максимуму в минске вкусняшки поедем вот этот зеленый щавельный обалденный он не шавельный дом по ущебельный ищи были наша бука шаври идем скорее не торопись это я же хотела нажать шиш чем мы вышли из вокзала девочки и тут торговый центр вот он вокзал мы решили никуда не ехать мы в минске да я уже сказала крестинка ой да на крестинка когда ты меня снимаешь я такая вилаж потому что я вижу тебя насквозь не знаю ничего смею меня на против ворот ты уже что-то выглядела давай что не открочешь флагдала эксклюзивная давай поехали давай как будто я тебя не вижу давай типа я тебя не вижу да да только спиной тогда иди к торговому центру потому что прицов ну как будто ты не видишь ты вот так идешь как будто ну просто тебе холодно оттуда задувает и ты просто вот так идешь ладно короче мы идем в торговый центр вот там много что есть почти что галерея галилео там много что есть потому что мы покушаем у нас три с половиной часа короче идемте посмотрим я вам все сниму наверное какие-то новинки там будут новинки то что пугало мы пришли в камеры хранения здесь еще такие камеры старого образца видите вот так лежат у нас уже везде эти ячейки а тут так короче сейчас узнаем что почем да довольно написано где ой глянь какие хорошие цены на хранение короче говоря мы оставили сейчас в камере хранения за 3 за каждую сумку рубль 50 то есть одну сумку оставить стоит рубль 50 но у нас три сумки мы оставили до 12 часов а это чтобы вы понимали дофига 150 рублей на наши деньги а в россии мы 600 платили да мы 600 платили или 450 я тоже помню 600 я тоже помню 600 ну 6 часов 600 рублей по моему короче здесь ну смысл того что да минималка 450 что-то было здесь короче хорошие цены на камеры хранения и пойдем в кассу мы не можем оказывается купить онлайн билет здесь представляете и говорят идите в кассу или в терминал так что мы идем сейчас купить билетик счастливая смотрите а вы говорите бука идет улыбается фармакия аптека аптека учта английский короче столько магазинов и мне хочется в какой-то зайти у нас нет что-то купить вот де-факто например потом вот такой вот не помню чтобы у нас были они Кристина не помнит что мы нашли тут еще парфюма классного вообще вот думаем что выбрать смотрите в заднем магазине на собачек разного возраста ну размера прикольная какая маленькая тысяча рублей на наши денежки стоит также здесь есть love republic но мы не будем заходить туда вижу шузы прикольные вот мне понравились а вот мне нравится такое кстати сейчас узнаем чупачок короче 390 рублей стоишь вот такие ну прикольные вот что-то подумываем мы с Кристиной разноцветная себе купить да вообще они не аккуратны ну да вот этот торговый центр он больше похож вот на какие-то наши да вот тут был такой необычный красивый не ну я имею ввиду что слева справа магазины посередине вот как бы островки более привычный такой какой-то интересный магазин sisters Крис это наш магазин sisters пойдем sisters посмотрим я нашла что-то для Кристинки а что именно из этих двух из этого комплекта тебе все идет ты как и пашина восточная и вот это еще интересная что по чем домашние 600 рублей кожная косынка во мне тепло точно не будет мне еще хочется заглянуть Марио Берлочи очень звучит по дорого по дорого по дорогому звучит Марк Формель тоже звучит по дорогому сейчас идем везде в дорогое звучание все какие необычные буги марио сами нету да они ответствуют здесь так 225 умножаем на 3 мой любимый цвет здесь мы зашли сейчас такое знаете как в ЦУМе вот прошли вот там вот и в ЦУМе как в ЦУМе такие вот штуки всякие да видите всякие бренды известные премиум класса так наверное скажем там наверху смотрите уже кинотеатр пицца темпо красиво все ресторан какой-то наверху хорошо что померила зашла потому что так они мне понравились думаю спать не буду такие прикольненькие удобненькие но не скажу что прям вах прям с ума сойти но что-то в этом есть в общем нас отправили за стекло а мы зашли на четвертый этаж вот этого торгового центра и здесь у нас получается в одной половинке вот эта кухня которую мы в прошлый раз не попробовали типа местная белорусская кухня там дальше пицца но мы в пиццу не хотим вот а здесь все стольки заняты ну короче ждем потому что время о за нами девушка наверное все нас повели так нас всю толпу повели за столик ну можно я посмотрю хоть на него ну это же невыносимо все снимает просто да а вот еще смотрите открытка для посткроссинга что такое посткроссинг я даже не знаю с рецептом блюда белорусской кухни в коллекции 15 открыток можно 15 взять открыток с разными блюдами простите пожалуйста это я просто так крошечка прикольная она не деревянная это керамика японский механ а это часы часы с японским механизмом о прикинь цена 6 тысяч 6 тысяч о тут сбитень продается обожаю этот напиток я слушаю вишневый еще с чабрецом такой не пробую в итоге мы с крестинкой заказали вот такое блюдо короче здесь вот такие маленькие шотики да мы их напополам попробуем просто всякие домашние настоечки вот видите и наливки название такие классные вишневое дедовое угощение малиновое дальше медовуха вот они медовуха клюква и рябина всего здесь будет немножко а здесь написано сколько тут будет 180 то есть всего стакан здесь будет стакана двоих попал стакана у меня унесет поесть мы хотели взять вот это вот ассорти для компании но сказали что здесь нет цепалини 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 а вот а мы именно из-за них и хотели взять в итоге мы еще думали над вот этим блюдом потому что тут и драники с мочанкой по-белорусски короче и все по-белорусски вот и мы вот это в итоге берем на двоих просто так как у нас пицца еще там есть поэтому мы много не кушаем короче вот принесли нашу вот а мы должны сами понять где какая настойка крис сейчас они разного цвета все сейчас будем угадывать пробовать короче ладно начнем пробовать первое это любитель любитель пахнет как любитель нет очень зачем я это заказала пробуй слушай гранат напоминает готовить шпи следующий а давай пищи пищи не надо же дождаться давай не пишешь малины они покажу тебе попробуй все ну давай подожди я не знаю куда мне смотреть напишут ну так нельзя ты же духи когда нюхаешь ты же перебиваешь и глушаешь что ты делаешь что ты понамешиваешь это не делается надо пополнировать в закрытой минуте что ты что ты испортила на моем канале ой ой а главное вот это по чуть-чуть уже все понапробовала и продолжаем не малинка нормально типа припевать понимаете сейчас по чуть-чуть по чуть-чуть и уже все по чуть-чуть вынюхала вот это попробуй нормальная белька мне вот эта рябина понравилась бурбаши я сейчас закажу сока девочки малиновые вот ты пока закажешь уже все она уже пока вот вы уже понимаете я пока закажу уже поезд тронется здесь очень долго все несут в субботу по 5 по чуть-чуть по чуть-чуть спасибо должно быть две ну давай ну ты понимаете да то есть вот мочанка вот это по ходу мочанка сейчас я попробую скажу что за мочанка непонятно ну посмотри вот такой непонятный ну это из чего может быть из картошки да вот такой бульон густой навар как будто там свинина добавлена вкусная нормальная должно наваристое быть вкусно вы здесь смотрите внутри мяско какое-то Судяна начала пробовать вот с тех штучек и заканчивает пробовать все допробовать колбаски пробовать ну вкусненько тут об горчички еще кинуть льд да побольше или чеснока что там еще есть внутри ой захватит кого тянется вкусно очень вкусная тема ну и гранечка наша любимая красота красота под налетку зачем усы сбрила дурик давай красота налетка девочки как хорошо вышли мне реально я там сидела мне уже как-то плоховастенько стало я уже подумала сейчас от какой-нибудь на стоечке у меня будет аллергия у меня вообще бухуха поехала и все и меня накрыло резко прикиньте я такая говорю пойдем все отвлечься у меня недавно у меня недавно было плохо я начала петь песни прошло у тебя всегда когда поешь песни это тебе плохо? у меня было плохо я начала петь песни прошло вы слышали такое в прошлый раз ну понимаешь что-то вот ты до этого тоже пела песни я купила нитку я вам показывала вот в это три цены вон там они три цены эти есть давайте сейчас я проверю действительно она такая классная если что в Беларуси тут ветер может глушить звук шикарная ниточка как я люблю прям на макаронину сырную похоже она плоская я поняла сейчас проверю шикарная нитка ну иди мы спускаемся в переход тут вообще вот он вокзал уже но мы решили пойти на ту сторону для того чтобы я купила нитку еще эту она реально классная потому что прям через дорогу вот так вот сейчас мы пройдем через переход и прям через дорогу есть вот этот вот магазин где я взяла эту нитку прикиньте вот так просто но если он работает единственное что потому что сейчас половина девятого здесь так все закрыто как красиво так вот пришла в новый магазинчик сейчас сразу надо узнать что где где что почем что где все девочки нитки все разобрались одни остались вот короче одни взяла уже разобралась и вот у меня были классные нитки везу из Белоруссии домой все мы пришли и идем в камеры за Хой Ваня холодный переход у Кристинки такой объемчик на голове объемчик да да смотрите какой переход и это мы тащим наши вещи на третий путь на третий путь на третий путь на третий платформу пятый путь то что ж такое ты я знаю что ты я знаю что ты как-то вообще уже темно все закрыто такое знаете уже такое все холодное страшное и мы идем с чемоданами ползем ой ну конечно Дранников наелась теперь идет с пыльной по ступью с сильными ногами наступает красивый вокзал на самом деле снежок сычется скоро прибудет поезд и мы сможем достать яйцо красиво очень да да ничего так ну все стоим здесь ну что мы не знаем где она будет в огонь и кстати Селена забрала пиццу с моего пакета контроль под пиццей под моим контролем чтобы мы прям на вокзале ее не начали пушить ну жди тогда будем мерзнуть за тебя кто вы думаете с красным глазом это Кристина снимает дорогу да мы уже сели девчонки и блин пока то и пока все можем чем все я уже даже видео смонтировала сейчас пытаюсь его выложить но все безуспешно даже мне нервы потрепала даже Кристинка мне нервы потрепала спасибо что напомнила все сейчас вот чаю налили спасибо за кипяточек я тебе между прочим носки постирала как могла как какие думала ты заметишь какие носки черт да они были грязнечие спасибо а я тебе кипятка принесла спасибо всем доброе не доброе утро короче время с 7 утра в 6.54 мы прибыли Кристина идет с коробкой с пакетом с чемоданом она коробку не оставила приличный человек говорит понесу я все это до ближайшей мусорки вот короче мы идем хочу где нибудь сесть кофе попить у нас я уже купила билет следующий 10.50 то есть через если сейчас 7 8 9 10 короче ой 8 9 10 у нас аж через 4 часа почти да 3 часа 50 минут будет следующий поезд мы будем целый день ехать и только ночью в 2 часа ночи будем дома точнее не дома ну дома в Ростове еще доехать до дома вот поэтому сейчас хочется кофейку как-то взбодриться немножко время есть сейчас посмотрим есть на белорусском вокзале какой-то заведеницы с кофе вкусным холодно не холодно да ветра нет короче я сужу по перчаткам если я перчатки не одеваю значит погода нормальная короче идем так мы на белорусском вокзале короче решили вызвать такси потому что ну стоит 350 рублей сейчас отсюда а на метро мы сейчас 120 потрачим ну считайте 200 рублей добавляем и едем с комфортом да вообще чемодан у меня трындец какой-то тяжелый если честно и не кайф мне абсолютно ехать на метро вот тверская застава 5 сюда прям и вызываем сейчас приедет через 5 минут и 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 мне все время от него потом как-то так непонятно в желудке так что я потом заплющу чуть морской морской язык завяжем говяжий язык да а я еще морской я морской язык это это рыба так нет говяжий язык и пюре там села борщ покажи но вообще здесь вкусный больше не попробуешь скажешь так смотрите на вокзале у такая зарядка есть сейчас будем разбираться как здесь заряжать что такое короче надо скачать приложение на название здесь нету что нужно только по qr-коду вот потом нужно отсканировать qr-код вот понимаете да все это сделать потом забрать powerbank нет здесь powerbank вам дадут вы забираете потом либо сюда возвращаете либо в какой-то другой такой же ну что мы в масках я заставила одеть говорит ей написали что здесь серьезно могут оштрафовать в белоруссии кстати ни разу нас не спросили за маску ни в одном заведении какой расслабон просто сюда пришли сразу маску оденьте маску ничего не продают без маска но не во всех заведениях мы едем фирменным поездом у нас десятый вагон все же финишная прямая считай через 20 минут отправления сейчас найдем свое местечко устроимся будем ехать целый день да 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 все мы сели у нас в этот раз вот еще один бонус от пространства у нас плацкарт мод вот такое здесь все новенькое здесь можно закрыться помните и кайфово себя чувствовать спрятан вот кристина ждет кристина ждет чего-то между пока селена проголодается для нее два вкусных блюда на выбор она так сидит и что-то свою живет как быстрее жду под ложечкой а я есть не хочу но я ем свою эту которую помните брали в прайсе кто на втором канале был вот кто смотрел кристина полезла а тут сладость сладости поеду полезла есть короче отдыхаем едем спокойненько уже дэнечке позвонила ждут меня я очень рада пребывать в цивильном поезде потому что здесь нам дали меню здесь есть и обед и ужин мы сейчас выберем что-нибудь то что я люблю горяченькое есть так как мы ночью же ходим нам бы и пообедать бы и по ужинами очень вовремя девочки я заказала обед вот я картинке еще и говорила вы поторопимся потому что уехал сейчас уже разносите поэтому торопилась то что время для обеда короче я заказала детские порции обед стоит 306 рублей ужин стоит 276 и в обед у нас идет щи со сметанкой а я очень люблю капусточку щитом что такое меня даже мама дома готовит мне тушит капусту единственное что кислингем пахнет мне не люблю когда лимон туда много добавляют и уксуса и я решила заказать на обед сосисочку потому что на вечер будет у меня жиркое куриное прошу много курицы везде свинину не хочу но заказала так и сидит водичка булочка печенька еще и салатик очень необычный суп она снимает видео на свой канал вот там вместе со мной и я пробовала то что она ест и мою реакцию можете посмотреть и вы поймете почему я как видите порции детской мне много я съела половинку и в основном капусточку съела но там же осталось на самом деле капуста мне кажется он жирновато немножко для меня ну причем щи по моему готовится без мяса до или без чего а щи готовится без свеклы ну короче не знаю мясо здесь я не вижу но мне жирновато я перехожу вот сюда посмотрим сколько я тут съем но это я должна съесть все общем же мне здесь все нравится я помню такая белая пенка появляется когда не закипячена вода это не знаешь почему белая пенка ну а такое было поверье ты не знаешь почему такая белая пенка но она не такая там она более большие пузырики здесь нормальные пузырики или говорят что правильно чай пить если вода не доходит до 100 градусов я думаю что здесь исходя из этого принципа воду подогреваем то есть это не вредненько ничего нет конечно в общем мы перекусили детская порция нам на двоих отлично практически зашла вот мне если честно ничего не понравилось кроме салата вот этого вот витаминного щи для меня слишком жирноватые и кислопаты ну короче вот что-то бульон вот этот вот не тот я люблю более типа вегетарианские надо было из вегетарианского что посмотреть но там знаете как первое тебе нравится например а второе не нравится вот это самое что я выбрала из детского меню где есть и щи и допустим сосиска с картошкой картошка конечно не белорусская а вот я теперь знаю вкус различаю сосиска просто вообще рыхлая мягкая да я еле съела и нам еще кажется соленоватая солонковатая вот и ну и все как бы вот я вот короче вы поняли да но я надеюсь что сейчас будет вкусненькая печенька мы сейчас скрестнились чаем попьем ну и как все было поела и днем легла легла и только проснулась и снова еду принесли кристина я тут ты не спала короче сколько я поспала я не знаю так это было сладенько невозможно теперь еда пахнет а да есть походу вот на ужин принесли картошечки это тоже детская порция ну не знаю кажется что она опять вареная только в соусе бля хотела жареное жаркое жареное должно мне кажется смотрите как красиво только что вы включили свет а у кристинки подсвечивает так красиво так вот видно будет и нет тебя не видно ни хрена а включу себе там свет или боже давай я включу стой а где тут включается о теперь все видно посмотри какое время вкручила светонка ой я спать сторожила мысу сторожила мысу она говорит теперь ты мне должна сиди сторожи перед богем ты можешь до часа спать до часа спать нечет мы только что посмотрели фильм про принца на нетфликсе ну три раза вырвала кристинка три раза вырвала скажи это банально очень фильм был но мы его посмотрели на ой ну прям ну вот прям вот и все это нетфликс там вообще хорошее должно быть фильм но он был какой-то детский просто детский не по нашему уровню вот сейчас вырубили свет везде и мы едем дальше короче отдыхаем ура 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 мы дома смотрите как на вокзале у нас светло мы мчим я уже такси вызвала мы оказывается приехали на пять минут раньше вообще еще я такси вызвала и уже она меня ждет так что не придется ничего ждать кристинка тоже такси вызвала мучит в общем мы дома сейчас я сяду в машинку маме позвоню она должна мне открыть все ключи дома оставила в общем я рада хочу обнять моего малыша он вот ну он 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 году